Если прислушаться, в холле центрального концертного зала сегодня можно было услышать перезвон медалей. Почти у каждого, кто пришел сюда, на груди десяток наград. Здесь уже седые генералы и совсем молодые лейтенанты. Конечно, сам праздник послезавтра, но большинство собравшихся встретят его в таком же близком боевом кругу. Для семьи Авдеевых День защитника Отечества еще и семейное торжество. Супруги познакомились в пограничных войсках, вместе там и прослужили всю жизнь. Прекрасно, когда муж и жена служат вместе. Во-первых, общие интересы. Есть о чем поговорить дома. Есть общая тема для разговоров. И, по крайней мере, твоей командировки для нее что-то необычное не является. Она в одну командировку, я в другую. Прекрасно. И переводились. Обычно он переводился. Где-то в течение месяца искали мне место и переводилась я. Сегодня с наступающим праздником всех военнослужащих поздравил губернатор Краснодарского края. Венимин Кондратьев подчеркнул, ратный труд всегда почитался в нашей стране. День защитника Отечества с раннего детства для нас особый праздник. Потому что он связывает воедино все поколения. Он связывает воедино и великое прошлое. Настоящее. Военное время. Мирное время. В день защитника Отечества мы испытываем особую гордость за Советский Союз, за Россию, за нашу армию, за наш великий народ, который прошел тяжелейшие испытания, но всегда стоял за нашу Родину до конца. Вне Великой Отечества наши деды, прадеды, не задумываясь, шли на фронт. Воевали в неравных условиях. Но у нас, у нашего народа, было самое главное и мощное оружие. Самая главная и мощная сила – это сила Духа. Была в них, в нас, я уверен, и в тех, кто будет после нас. Потому что слишком велика ответственность на нас, живущих, и на них, за великую страну. Мы гордимся стойкостью воинов-интернационалистов. Мужество наших воинов, которые прошли с честью через горячие точки и победили и терроризм международный, и экстремизм. Сегодня молодые защитники Отечества воспитываются на лучших боевых традициях. Российскими воинами по праву восхищается весь мир. Их готовность к самопожертвованию и несгибаемый характер – пожалуй, самое мощное оружие. При этом общая черта всех героев – героями себя не считать. У Сергея Палагина за плечами две с половиной тысячи боевых вылетов в горячие точки за штурвалом вертолета. На груди – звезда Героя России. Это превратилось в повседневную, постоянную работу. Да, сопряженную с рисками, сопряженную с потерями. Потому что у нас и погибали ребята, и избивали, и горели. Все было. Но это была нормальная мужская боевая работа. На торжественном приеме в прямом смысле защитники Родины всех времен. Здесь и ветераны Великой Отечественной войны, и те, кто сражался в Афганистане, и те, кто несет службу прямо сейчас. Конечно, отдельные слова благодарности нашим военным в Сирии, они доказали, что российская армия – одна из сильнейших в мире. Образец воинской доблести. И в нынешнее время показывают наши вжженные силы в Сирии. Давайте признаем честно. Они защищают не только Россию от терроризма. Они защищают от терроризма весь мир. В этом стратегическая задача, которую с честью выполняют наши вжженные силы в Сирии. Вообще, дорогие друзья, если посмотреть на историю Великой России, на историю нашей с вами страны, это история великих побед. Вот что такое величие России. А великие победы, связанные с героизмом и мужеством народа – это история. Великая история. А вот настоящее и великое будущее неразрывно уже связано с нами. В том числе и с каждым из вас, сидящим в этом зале. Какое оно будет? Согласно указу президента, орденом дружбы сегодня был награжден генерал-лейтенант, в прошлом командующий объединенной группировкой федеральных сил в Чечне Константин Пуляковский. Из рук губернатора почетные грамоты и благодарности получили еще 18 человек. Все они, без сомнения, пример для подражания подрастающему поколению. У меня, во-первых, в семье воевал дедушка и отец. И я ими горжусь. И когда я стою даже на вечном огне, внутри меня это память, это я отдаю честь им. Для меня это любовь к родине, к своей семье, к тем, кто здесь живет. То есть любовь к земле, в которой ты родился. Очень важно сейчас не забыть подвиги российских защитников Отечества. Как ни крути, от доблестной работы военных зависит наша мирная жизнь. Об этом тоже напомнил Вениамин Кондратьев. Мы всегда, каждый день в своей жизни должны отдавать дань тем, кто позволил нам этот праздник праздновать. Во времена Великой Отечественной был принцип жизни нашего народа. Все для фронта и все для победы. Вот сейчас, слава богу, фронта нет. И президент делает все, чтобы его не было. Наш президент Владимир Владимирович Путин. Но победа нужна. И победа может быть не только в ратном деле, но и в трудовом. Сегодня нужен прорыв и в экономике, и в науке, в образовании. В научно-техническом прогрессе прорыв нужен и краю, и стране. Поэтому этот лозунг «Все для победы» актуален и в наши дни. Основы мирного будущего зависят от каждого военного, будь то рядовой или офицер. Глава региона напутствовал их бережно хранить традиции российской армии. Ведь их профессия – защищать родину. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. С днем защитника Отечества! Александр Иванов, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар.